Государства неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гаригину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гаригин-Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад, кавычки открыты, о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В котором говорится дословно, бывшая правящая республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля, националистического толка, как Гаригин-Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с Третьим Рейхом. К сожалению, в слове, в речи Ирхама Гейдаровича мы увидели такие попытки. Но когда я слушаю его оценки... Правда, Гаригин-Нжде, честно говоря, вспомнил известную работе, как Кангас-Кангаса, когда Кангас-Кангаса о руинах древних крепостей, шури спрашивали, а что церковь? Церковь тоже излечил самым гейдаровичем в Татойской учреждении, что вообще в этой войне единственное время только второстепенные группы и лидеры нацистских движений были Гаригин-Нжде. А правда в том, что Гаригин-Нжде боролся против туристской оккупации Армении, боролся против геноциды Армении, которые организовывали Гаригин-Нжде. И действительность в том, что в Гаригин-Нжде, между прочим, очень многие российские танки церкви в 1918 году было одним очень важным участком фонда во время армяно-билетской войны. И я еще хочу подчеркивать, что очень важно действительно, чтобы мы знали объективную оценку об истории. Но говорится, что Гаригин-Нжде умерли во Владимирской тюрьме. Очень многие советские дети умерли во Владимирской тюрьме. Солжение тех было в Владимирской тюрьме. И что мы считаем, те, которые были осуждены во времена с 37-го по 53-го, мы всех считаем врагами народа? Если так, очень многие выдающиеся дети были осуждены и закончились войны в тюрьме. Но это не значит, что все мы это должны воспринимать как факт. И я считаю неуместным в этом формате использовать этот формат, чтобы искажать историю, чтобы внести некую анализованность в атмосферу этого довольно-таки важного заседания. Я хочу сказать, что в Армении тоже, конкретно наше правительство, иметь особое внимание ветеранной войны. Я могу сказать, что буквально несколько месяцев назад будет удвоить всем ветеранам Великой Отечественной войны. Я думаю, что это действительно очень важное решение. И из декларации, которую мы сегодня будем подписать, хотим мы в частности выделить те и параграфы, которые подчеркивают необходимость совместных усилий по возобновлению широкого международного диалога, направленного на укрепление международной безопасности, против действий, способствующих формированию родителей. Деньги, недоверие, напряженности и кафротации. Я думаю, что и в таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами и между нашими странами не выросло, а оно опасно. Мы нашли этот путь к диалогу, к данному комиссию, взамен к взаимному доверию и уважению. Я считаю, что слова президента Азербайджана они не уважительны в первую очередь. Я считаю, что они уважительны еще и главным государством и народ, который они представлены здесь. Уважаемые коллеги, я прошу прощения за такое напряжение, но я считаю, что и я не уважаю вас. В заключении своего выступления, уважаемые коллеги, я хотел бы еще раз поблагодарить руководство Ирнеистана за успешное председательство и вероятность в надежду на продолжение совместных усилий по дальнейшему совершенствованию и креплению многокланового сотрудничества в рамках сотрудничества. Хочу также подтвердить готовность Армении, оказать всяческую поддержку и помощь нашим успехским коллегам в ходе председательства 8 века 2020 года. Спасибо вам за внимание.